привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет технический ролик потому что технических роликов у нас не было уже давно и так как вы знаете что мы находимся в панаме и стоим на берегу в марине то я решил сделать один очень интересный тюнинг и поставить систему на лодку которая позволит быть постоянно подключенным к водопроводу и не использовать помпу пресной воды и не расходовать ресурсы нашей системы ну что давайте посмотрим как это все делается погнали но прежде чем мы начнем ремонтировать резать пилить тюнить я хочу напомнить вам что нашим партнером является компания aviasales самый крупный в рунете мета поиск дешевых авиабилетов но это еще не все в приложении aviasales можно зайти и посмотреть текущую ситуацию в стране носят ли маски открыто нужны ли тесты и прочее прочее и получить актуальную информацию для путешествий и понять почему на самом деле мы стоим в панаме и посмотреть все вокруг скачиваем приложение смотрим а мы начинаем ремонт так как я вам уже говорил мы находимся в панаме здесь очень удобно пользоваться службами доставки например с амазона все доезжает сюда за неделю по цене амазона плюс по моему 10 долларов за килограмм но это вполне шикарная цена поэтому я подумал что будет очень неплохо не использовать ресурс нашей лодки а ресурс использовать когда мы находимся в офшоре я все-таки надеюсь что связи с к видом эта ситуация скоро изменится и мы таки пойдем на большую воду потому что мариноваться мне уже как вы понимаете надоело я так понимаю что вам смотреть уже тоже на это все надоело вот в общем пока мы здесь стоим я решил сделать так я купил вот такую вот прикольную штуку которую мы куда-нибудь сейчас запихнем в борт и к ней кучу всяких разных полезных штук давайте я вам сейчас их все выложу и расскажу что за что отвечает и почему я решил именно такую систему собирать а давайте я вам пока расскажу как работает собственно система пост подачи воды в лодке у нас есть бак на 450 литров которые мы наливаем воду сверху шлангом вставили включили залили потом идет трубка которая подает холодную воду на помпу пресной воды далее есть ресивер который накачивается давление чтобы когда вы открываете кран мотор постоянно не работал давление которое находится в ресивере эту воду толкала в краны когда давление падает в моторе есть датчик давление он запускается когда давление достигает определенного определенного значения мотор выключается и мы имеем давление в ресивере и так работает система вот таким образом ну дальше там уже она идет через бойлер там если нужна горячая вода смешивается в кранах и так далее но это на данный момент нам неважно наша задача подключить холодную воду о патрик едет так чтобы она постоянно была в давлении и давление создавалась не нашим мотором а водопроводной системой в марине поэтому у нас есть два пакет оса которые мы сейчас разбираем и будем собирать систему система несложная должна сделаться быстро и по цене недорогая я вам сейчас все покажу так давайте смотреть что нам говорит мануал подача воды после помпы и дальше в магистраль здесь просто подача воды которая не зависит от танка она идет отдельно и после помпы так как создается давление такая вот красивая система которую мы врежем в борт подключается она к большому шлангу который мы перманентно воткнем наш столбик в котором идет подключение воды такая красивая штука здесь полудюймовый полудюймовая резьба в общем вот такая у нас будет система красивая включение подключается стандарт над полудюймовый на выход на внутреннюю систему на магистраль которая будет подключена напрямую к холодной воде для того чтобы мы при подключении ничего не выломали у нас будет такая угловая насадка и от неё шланг будет идти вниз для того чтобы перепады в магистрали не испортили нам лодку если будет высокое давление или там какие-то броски по давлению для того чтобы этого не произошло мы купили регулятор давления добавляем системы безопасности если например давление пропадет вообще то мы себе прекрасно сольем всю воду обратно в магистраль для того чтобы вода не шла обратно мы ставим такую систему безопасности которая называется backflow preventer или система которая не дает воде течь в обратную сторону чтобы иметь возможность перекрывать воду на входе у нас есть такие краны которые мы прямо прикрутим в магистраль теперь несколько слов о рисках чем опасна данная система если лопнет шланг где-то после подключения то мы будем набирать лодку водой и нету системы которая будет эту воду отключать поэтому мы будем рассчитывать на наш bilge pump а я сделаю так чтобы у меня было несколько выключателей которые будут закрывать воду на этапе подачи ее к лодке ну что теперь вот этими руками лезем туда в кишки и начинаем там все подключать курочить и делать прочее безобразие я думаю на эту сторону нужно будет это все прикрепить на вот эту систему изнутри мы поставим фильтр он будет там такой колбой висеть а я думаю что вот эту штуку можно будет поставить нужно посмотреть может быть сюда поможет быть сюда может быть сюда берем наш шаблон прикладываем может быть сюда сейчас я сюда залезу короче внутрь и посмотрю куда его можно я думаю что лучшее место будет либо сюда либо сюда время лезть в этот рундук но там скорее всего будет жарко а я человек хитрый поэтому я включил кондиционер и сейчас я там сниму патрубок с кондиционера и буду всем этим заниматься в прохладе хотя можно например совершенно спокойно подключить все вот этой трубе и у нас будет один общий контур кстати может быть я сейчас так и сделаю куда же поставить фильтр у нас есть раз-два может быть мы его сюда вот и поставим кстати заодно помою стенки здесь видите какие грязные так флаги у меня есть идея наверное поставлю я ее вот сюда она будет и снаружи и с хорошим удобным доступом и будет все на виду да наверное сделаю вот так вот а на вот эти болты повешу фильтр так мерять я буду всю систему в сборе потому что вы понимаете если она где-то упрется то будет вообще плохо я думаю что если вот ее поставить куда-то вот сюда может сюда нет я думаю что вот сюда здесь она будет вообще идеально стоять здесь снаружи может заливать и водой а вот здесь вот такая штука будет смотреться вполне прилично так славно вот это сейчас мы сюда и врежем только проверим изнутри ничего ли она там не упрет а нет сюда если ее врезать там будет вот эта вся система торчать прямо в открытый локер и будет мешать туда вставлять всякие шланги и прочее а вот здесь ну вот здесь эта штука и будет стоять или вот даже вот так вот айос можно будет включать или просто шланг напрямую подключить короче идеальное место все решено проверяем здесь где-то там пять сантиметров точно не нужно проверяем изнутри вот у нас эти болтики в сторону там пять сантиметров это будет дырка короче идеально ну все я думаю можно уже ставили ну мне кажется вот такая штучка здесь будет находиться просто идеально размер я угадал вертикально даже не болтается где-то пол миллиметра есть ход в разные стороны вуаля ну в общем получилось следующее у нас идет шланг фильтр фильтр идет на тройничок тройничок подключен холодной воде душа и идет собственно туда к магистрали из косяков полудюймового на 15 миллиметров тройничка у меня не было но был больше пришлось его каким-то мистическим образом присрать и фильтр который тоже под больший диаметр и он у меня без кронштейна на стену поэтому фильтр будет куплен новый тройничок будет куплен новый и собрано все будет по-человечески но эта система работать уже конечно же будет поэтому сейчас будем ее тестить так шланг подключен как вы видите шланг еще тоже старый но мы сделали работу над ошибками то что нужно докупить мы докупим нужен полноценный шланг такой на 3 4 под вот этот вот кран чтобы его сразу туда вкрутить здесь вся система рабочая краник перекрыт внутри все рабочие ну что включаем подаем давление и смотрим ну начало не очень то я еще воду не открыл течет у нас вместе стыка получается от зараза ничего это я исправлю это не проблема открываем краник вот давление в магистрали у нас низкая что лезем внутрь вот это вот то что здесь течет это все фигня главное смотреть что внутри так удивительное рядом а ну здесь же она закрыта пошла вода хлопья из труб непонятные так ну что вот она сейчас идет сюда проблемы нету а есть проблема только в подачи и в коннекторе внешнем но работу над ошибками придется сделать докупить кучу всякого полезного короче случилась маленькая беда когда я закручивал я сломал вот такую штуку пасмаски у меня случайно на лодке были поэтому я их использую на самом деле это все конечно мусор нужно использовать нормальные материалы вот такие короче получилось у меня следующая система временная внутри нормально я нашел полудюймовый ти коннектор оказывается у меня еще в загашники были но с фильтром не получилось у меня идет просто сейчас подключение но без фильтра я не хочу использовать я не хочу использовать внутреннюю систему я его подключил вот сюда а вообще ему жизнь будет внутри поэтому у меня идет все равно подключение через фильтр после фильтра у меня идет давление в магистрали потом у меня идет краник ну вот такая вот пока система я буду подключен это все на быстро разборных коннекторах вот увидите эту систему она вот такая вот и все и сняли просто чуть-чуть больше по размеру вот такой квик коннектор а с этой стороны у меня стандартное подключение к воде я его кстати тоже поменяю на три четверти чтобы у меня вся система была снаружи три четверти внутри 1 2 ну так по правилам короче пока это у меня будет стоять вот так разбирается в течение 10 секунд чик чик все готово мы отключены ну что еще один успешный проект мы сделали обрастаем берегу просто корни пускаем на самом деле у меня вот одна из вот этих идей было уже очень очень давно я хотел ее сделать наверное прямо с начала вообще история этой лодки я хотел это поставить но там я забывал то у меня времени не было то я не мог найти вот этих вот красивых подключений то и в общем что-то мне мешало и вот тогда когда появилось время из-за того что мы стоим на одном месте я таки это сделал и безумно этому доволен я думаю что я даже заслужил пиво и вот вечером приходишь с бара смотришь bilge pump а он полный и угадайте почему потому что коннектор отломался проверяем видите мокрая да и так смотрим на наш коннектор короче у нас был пластиковый коннектор который был вкручен в т-коннектор и вот он у нас отсюда слетел и вот сейчас внутри находится его кусочек который отломался короче пластиковые использовать нельзя но это было очевидно но я знал что у меня надежный bilge pump который все что начнет течь выкачает и надолго не уходил то есть часовой тест-драйв не прошел вот этот вот коннектор нужно заменить на такой который просто вставляется внутрь трубок а этот мы выбросим и больше использовать не будем ну вот первый тест-драйв у нас не прошел будьте внимательны ну что сегодня утро и начинаем поиски запчастей сейчас я здесь похожу по соседям может быть что-то толковое найду потому что такие коннекторы обычно достаточно часто встречаются и так решение найдено но вот этот треугольничек это даже не ти коннектор это и коннектор короче на него я сейчас пересоберу этот весь тройник который в принципе это на самом деле изначально надо было вот так сделать но просто не все элементы я правильно разобрал ну что надо не все элементы я понял какие нужны правильно но теперь у нас есть вот такой коннектор сейчас мы это все на него пересоберем вот получилось такая элегантная конструкция на самом деле прикольно я думаю что вот это как раз то что изначально и нужно было но не забывайте что все равно даже то что протекло это все равно было временное решение потому что я хочу внутрь вот но вот эту стенку поставить фильтр чтобы у меня это все было внутри поэтому это все равно подлежало бы все переделки но первый тест-драйв к сожалению не прошел ну что проверяем давление есть ну все отлично ради чего все это делалось у нас есть вода воздух строит магистрали ну вот лодка у нас использует давление в внешнем контуре впереди мне осталось до заказать запчасти чтобы поставить фильтр внутрь уже перманентно и все мы подключены берегу ну что еще одна из офигенных систем правильно работает и если ее правильно изначально было спроектировать я надеюсь дальнейшем данная система будет работать мне на благо и об одной головной боли обслуживание мотора я буду думать меньше в любом случае о нем надо будет думать но есть шанс что у него ресурс будет значительно больше и где-нибудь посредине океана он все-таки не сломается ну что я надеюсь данный выпуск был вам полезен если вы для себя эту систему захотите собрать это несложно это недорого нужно просто взять засучить рукава и сделать цены вы видели как делается вы видели схему я вам показал дальше все ваших руках колокол подписка комментарии ваши мысли по поводу того как эта система будет работать хорошо или не очень но на самом деле мы это посмотрим будущем и эта система это обычное штатное решение в лодках ну что лайк подписка колокольчик коммент бла 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 увидимся через неделю до встречи пока и и и